Всем доброго времени суток, это Школа Успеха и преподаватель полянских литей. На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о визуализации данных в Excel на примере графиков, диаграмм и гистограмм. Для того, чтобы нам построить какой-то график, нам необходимо выделить наш объем данных, зайти во вставку и, соответственно, посмотреть рекомендуемые, то есть что нам для этих данных рекомендует программа. Ну, к примеру, давайте возьмем вертикальные столбцы и посмотрим, что здесь можно сделать дополнительно. Можем установить фильтр, допустим, помилки и применим его давайте. Вот здесь у нас видно, что показатели коровы в пятницу, в четверг, в среду, во вторник и в понедельник. Ну, давайте вернем все фильтры, с фильтрами мы уже работаем. Затем, что мы еще можем, да, сделать? Мы можем применить стиль графику задать. Ну, допустим, давайте зададим такой. Вот, то есть, затем опять выделяем наш график и заходим, да, устанавливаем дополнительные какие-то параметры. То есть название оси, здесь мы можем подписать, да, то есть название оси день недели. Вот, это будет количество литров, да. Тут стираем и пишем, допустим, количество, да, литров. Вот, и, соответственно, название, да, оси внизу. То есть это дни недели, то есть пишем, да, соответственно, дни недели. Вот. Далее, что еще мы здесь можем применить, да, какие действия сделать? Дальше можем название, да, диаграммы написать непосредственно. Подписи данных использовать. Установить таблицу данных, да, внизу. Вот. Предел погрешности здесь, как бы, не особо нужен, да. И линия тренда, то есть, допустим, взять буренку, да, и показать, как ее, да. То есть сначала не были низкие выдачи молока, а к концу месяца уже большие. То есть здесь можно, да, уже более точно подогнать наши данные. То есть, ну, не везде, да, можно использовать вертикальные графики. Допустим, здесь мы будем сейчас использовать горизонтальную графику. Опять заходим во вставку. Заходим в Инстаграммы и выбираем пример такой. То есть здесь что нам нужно, как бы, добавить? Какие данные здесь мы могли бы, да, подчеркнуть из него? То есть давайте увеличим чуть-чуть. То есть здесь можно добавить, да, допустим, подписи данных. То есть сразу, да, сразу все становится понятно. Вот. И так же можем, да, применить какой-нибудь стиль. Например, давайте возьмем такой. Вот. И, соответственно, установить фильтры. Допустим, давайте сделаем по арбузу. Вот. И применим его. То есть, как он работает? Вот мы видим, да, то, что в мае, да, было. Среднее, да, у нас подсвечивается. Вот. Теперь далее. Для того, чтобы нам сделать более, да, наглядным показатели спортсмена за месяц, нам необходимо будет ставить уже непосредственно диаграмму. То есть заходим, да, в диаграмму. Убираем, да, интересующий у нас, понравившийся. Также можем задать ей стиль. Вон, да, любой. Например, давайте опять возьмем темную, чтобы это было, как бы, нагляднее. Вот. И здесь уже, да, сделать соответствующие выводы. То есть, поставить фильтры, да, допустим, нас интересует только первый десяток, да. Вот. И так можем просматривать, да, как бы в режиме реального времени. Вот. С вами был Алексей Полянский и Школа Успехов. Записывайте наши курсы. Всего доброго. До свидания. С вами был Игорь Негода.